Каноны или Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых Отец. 367 страниц. С алфавитным указателем для облегчения нахождения нужного правила. Издание второе, полное. Издание братства преподобного Иова Почаевского в Монреале, Канада, русской православной зарубежной церкви, 1974 год. Во славу единосущной и пресвятые Троицы напечатася книга сия, правила святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых Отец. По благословению преосвященнейшего Виталия архиепископа Монреальского и Канадского русской православной зарубежной церкви. В типографии братства преподобного Иова Почаевского в лето от сотворения мира 7482 и от Рождества по плоти Бога Слова 1974 года. Вторым полным тиснением с книги первого тиснения синодальной типографии в ограде Москве 1874 года. Первое тиснение нашей типографии сделано с толкованиями сих правил в количестве в двух тысяч штук. Сие тиснение сделано в количестве в 800 штук. Предисловие Книга правил является в Церкви Христовой записанным преданием, а потому она также святая и богодухновенна, как священное писание, как святое Евангелие, из которого эта книга выходит, как логическая необходимость помочь православным христианам держаться евангельского пути. Если жизнь по святому Евангелии есть путь в Царствие Небесное, то книга правил служит вехами у этого пути. Вот почему мы печатаем эту книгу с таким же чувством, с каким мы печатали бы Святое Евангелие. Как в Церкви Христовой существуют святоотеческие толкования на весь Новый Завет, а если просто Святая Книга Евангелия или даже Богослужебное Евангелие, Богослужебный Апостол, и последнее без какого бы то ни было толкования, так и мы предлагаем русскому православному читателю обе книги. Эту книгу в одном томе и три другие с толкованием отца протопресвитера Георгия Грабба. Да поможет нам всем Господь, проникаясь духом этой священной книги, жить в православной церкви, вне которой нет спасения. Мы перепечатываем эту книгу правил создания московской синодальной типографии, сохраняя полностью транскрипции церковно-славянского языка, на котором был издан этот московский оригинал. Мы предлагаем всем православным людям почаще читать книгу правил, чтобы лучше понять общественную и сокровенную жизнь Церкви. Архиепископ Виталий, 1974 год. Правило святых апостол. Правило первое. Епископа допоставляют два или три епископа. Правило второе. Пресвитеры и диаконы и прочих причетников допоставляют един епископ. Правило третье. Аси, кто епископ или пресвитер, вопреки учреждению Господню о жертве, принесет к алтарю иные некоторые вещи, или мед, или млеко, или вместо вина приготовленный из чего-либо другого напиток, или птицы, или некоторые животные или овощи, вопреки учреждению, кроме новых классов или винограда в надлежащее время, да будет извержен от священного чина. Да не будет же позволено приносить и к алтарю что-либо иное, разве елей для лампады и фимиам во время святого приношения. Правило четвертое. Всякого иного плода начатки да посылаются в дом епископу и пресвитерам, но не к алтарю. Разумеется же, яко епископ и пресвитеры разделят с диаконами и прочими причетниками. Правило пятое. Епископ или пресвитер или диакон, да не изгонит жены своей я под видом благоговения. Аси же изгонит, да будет отлучен от общения церковного, и оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина. Толкование. Изгнание жены запрещается священным лицам, потому, как изъясняет Зонар, что сие казалось бы охуждением супружества. Впрочем, в воздержании епископов от супружества есть древнее предание, от которого отступление Шестой Силенский Собор заметил только в некоторых африканских церквах и тотчас запретил своим правилам двенадцатым. Правило шестое. Правило восьмое. Аси епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из священного списка при совершении приношения не причастится, да представит причину, и аси есть благословно, да будет извинен. Аси же не представит, да будет отлучен от общения церковного, як осаделавшийся виною вреда народу, и на совершившего приношения, наведший подозрения, аки бы неправильно совершал. Правило девятое. Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, як обестиния в церкви производящих, отлучать и подобает от общения церковного. Правило десятое. Аси, кто с отлученного от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме, таковы, да будет отлучен. Правило одиннадцатое. Аси, кто принадлежа к клиру, с изверженным от клира молитесь, да будет извержен и сам. Правило двенадцатое. Аси, кто из клира или мерянин, отлученный от общения церковного или недостойный приятия в клир, отшед, в ином граде принят будет без представительной грамоты, да будет отлучен и приявший, и приятый. Правило тринадцатое. Аси же будет отлученный, да продолжится ему отлучение, як осолгавшему и обманувшему церковь Божию. Правило четырнадцатое. Непозволительно епископу оставлять и свою епархию военную приходите. Аси бы и от многих убеждаем был, разве когда будет некоторая вина благословная, сие творите его понуждающие, якомогущие большую пользу обитающим тамопринести словом благочестия. И сие не по своему произволу, но по суду многих епископов по сильнейшему убеждению. Правило пятнадцатое. Аси, кто присвитер или диакон, или вообще находящийся в списке клира, оставишь свой предел войны и отыдет, и совсем приместится, приместяся, в другом жить и будет, без воли епископа своего. Таково мы повелеваем не служить и более, и наипаче Аси своего епископа, призывающего его к возвращению, не послушал. Аси же останется всем бесчиние, там, якомеренин, в общении да будет. Правило шестнадцатое. Аси же епископ, у которого таковым быть и случится, в ничто, вминив определенное им запрещение служения, примет их, як от членов клира, да будет отлучен, як учитель бесчиние. Правило восемнадцатое. Кто по святом крещении двумя браками обязан был или наложницу имел, тот не может быть и епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни же вообще в списке священного чина. Правило восемнадцатое. Вземши супружества вдову или отвержено от супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную, не может быть и епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни же вообще в списке священного чина. Правило девятнадцатое. Имевший в супружестве двух сестер или племянницу не может быть и в клире. Сие апостольское правило постановлено для тех, которые в таковое супружество, вступив еще в язычестве, оставались всем беззаконным сожитии некоторое время и после крещения. А которые по крещению не оставались более в таковом супружеском сожитии, те по пятому правилу святого Феофила Александрийского могут быть терпимы в клире, потому что грех языческого жития очищен святым крещением. Правило двадцатое. Кто из клира даст себя порукою за кого-либо, да будет извержен. Правило двадцать первое. Скопец аще от человеческого насилия таковым соделан, или в гонении мужеских членов лишен, или так о рожден, и аще достоин, да будет епископ. Правило двадцать второе. Сам себе скопивший, да не будет принят в клир. Самоубийца бы есть и враг Божие создания. Правило двадцать третье. Аще кто от клира скопит себя самого, да будет извержен, ибо убийца есть самого себя. Правило двадцать четвертое. Мирянин, себе самого скопивший, на три года отлучен, да будет от таинств, ибо наветник есть в своей жизни. Правило двадцать пятое. Епископ или пресвитер, или диакон в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенной, да будет извержен от священного чина. Но да не будет отлучен от общения церковного, ибо Писание глаголит «Не отмстишь и дважды заедино» на ум 1.9. Такожди и прочие причетники. Правило двадцать шестое. Повелеваем, да из вступивших в клир безбрачными желающие вступают в брак одни только мочтицы и певцы. Правило двадцать седьмое. Повелеваем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных согрешающих или неверных обидевших, и через сие устрашати хотящего, извергати от священного чина. Ибо Господь отнюдь нас всему не учил. Напротив того, сам был ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял, взаимно страдая, не угрожал. 1 Петра 2.23. Правило двадцать восьмое. Ащи, кто епископ, или пресвитер, или диакон, праведно, за явные вины извержены, дерзнет, коснуйтесь, служение, некогда ему порученного. Таковы совсем, да отсечется от церкви. Правило двадцать вятое. Ащи, кто епископ, или пресвитер, или диакон, деньгами сия достоинство получит, да будет извержен, и он и поставивший, и от общения совсем да отсечется. Яко Симон, волху, мною, Петром. В некоторых рукописях Яко Симон, волх, Петром. Правило тридцатое. Святых апостолов. Ащи, которые епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Правило тридцать первое. Ащи, который пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно собрание творить и будет, и алтарь, иные водрузит, не обличив судом епископа ни в чем противном благочестию и правде, да будет извержен Яко любоначальный, ибо есть похититель власти. Такожи извержены, да будут и прочие склиры, к нему приложившиеся. Миряне же, да будут отлучены от общения церковного. И сие, да будет по едином и втором, и третьем увещание от епископа. Правило тридцать второе. Ащи, который пресвитер ледиакон от епископа в отлучении будет, не подобает ему в общении прияту быть и иным, но тот, чьи отлучившим его, разве когда случится, умрете епископу, отлучившему его. Правило тридцать третье. Не принимайте никого из чужих епископов или пресвитеров или диаконов без представительной грамоты. И когда оно и предъявлено будет, да рассудит о них, и ащи будут проповедники благочестия, да приемлются. Ащи ли ни, подайте им, что нужно, а в общении не приемлите их, ибо многое бывает подлогом. Правило тридцать четвертое. Епископам всякого народа подобает знать и первого в них, и признавайте его я как главу, и ничего превышающего их власть не творите без его рассуждения. Творите же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех, ибо така будет единомыслие, и прославится Бог, а Господи во Святом Духе, Отец и Сын и Святой Дух. Правило тридцать пятое. Епископ да не дерзает вне пределов своей я епархии творите рукоположение в оградях и селях ему неподчиненных. Ащи же обличен будет, як осотворись ей без согласия имеющих в подчинении грады он и или села, да будет извержен и он и поставлен и от него. Правило тридцать шестое. Ащи, кто был рукоположного епископа, не примет служение и попечение о народе ему порученного, да будет отлучен, да коли не примет он его. Також не присвятер и диакон. Ащи же пойдет туда и не будет принят не по своей воле, но по злобе народа. Он да пребывает, епископ. Клир же, града того, да будет отлучен, за то, что такового непокорилого народа не учили. Правило тридцать седьмое. Дважды в году добывают собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающиеся церковные прикословия. В первый раз четвертую неделю пятидесятницы, а во второй октября во второй на десять день. Правило тридцать восьмое. епископ да имеет попечение о всех церковных вещах, и он ими да распоряжает яко Богу назирающую. Но не позволительно ему присвоивать что-либо из оных, или сродникам своим дарить принадлежащее Богу. Аси же суть неимущие, да подает им яко неимущим. Но под всем предлогом да не продает принадлежащего церкви. Правило тридцать девятое. Пресвятили яко на безволе епископа ничего да не совершают, ибо ему верены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их. Правило сороковое святых апостолов. Ясно известно да будет собственное имение епископа, если он имеет собственное. И ясно известно Господне, дабы епископ умирая имел власть оставить собственное кому хочет и как хочет, дабы под видом церковного не было растрачено имение епископа, имеющего иногда жену и детей или сродников или рабов. Ибо праведность ей пред Богом и человеки, дабы и церковь не претерпела некоего ущерба по неизвестности имения епископского. И епископ или его сродники не подверглись отобранию имения за церковь, или же дабы близкие к нему не впали в пиашбы, и кончина его не была сопровождаема бесславием. Правило сорок первое. Повелеваем епископу иметь власть над церковным имением, ась ибо драгоценные человеческие души ему верены быть должны, то корми пасе о деньгах заповедать должно, чтобы он всем распоряжал по своей власти и требующим через пресвитеров и дьяконов подавал со страхом Божиим и со всяким благоговением. Так ажди ащепотребно и сам заимствовал на необходимые нужды своей странно приемлемых братьей. Да не терпит недостатка ни в каком отношении, ибо закон Божий посыновил, да служащие алтарю от алтаря питаются. Якожи воин никогда не подъемнет оружие на врага на своем пропитании. Правило 42. Епископ или пресвитер или диакон игре и пьянству преданный или да пристанет или да будет извержен правило 43. И подъяк или чтец или певец подобное творящие или да пристанет или да будет отлучен такожде и миряне правило 44. Епископ или пресвитер или диакон лихвы требующие от должников или да пристанет или да будет извержен правило 45. епископ или пресвитер или диакон с еретиками молившийся токмо да будет отлучен аси же позволит им действовать что-либо якослужителям церкви да будет извержен правило 46. Епископ или пресвитеры приявших крещение или жертвы еретиков извергать и повелеваем кое бы согласие Христове с велиаром или кая часть верному с неверным 2 Коринфянам 6. 15 Все апостольские правила относятся к еретикам каковые были в апостольские времена повреждающим главные догматы о Боге Отце и Сыне и Святом Духе и о воплощении Сына Божия о других родах еретиков дальнейшее постановление представляет следующее правило 1 Вселенский собор правило 19 Ладий Кийско 7 8 6 Вселенский 95 Василия Великого 47 Правило 47 Епископ или пресвитер аще поистине имеющего крещения вновь окрестит или аще отнефестивых оскверненного не окрестит забудет извержен якоб посмевающийся кресту и смерти Господней и не различающий священников от лже священников правило 48 аще которым мирянины знав свою жену поймет иную или иным отринутую да будет отлучен правило 49 аще кто епископ или пресвитер крестит не по Господню учреждению его Отца и Сына и Святого Духа но в трех безначальных или в трех сынов или в утешителей да будет извержен правило 50 святых апостолов а если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения едино до тайно действия но едино погружение даваемое в смерти Господню да будет извержен ибо не рекал Господь смерть мою крестите но шедше научите все языки крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа Матфея 28 19 правило 51 ащик или епископ или пресвитер или диакон или вообще из священного чина удаляется от мрака и мясо и вина не ради подвига воздержания но по причине гнушения забыв что вся добро зело и что Бог созидает человека мужа и жену сотворил их и таким образом хуля плевещет на создание или да исправится или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви такожде и мирянин правило 52 ащик то епископ или пресвитер обращающегося от греха не приемлет но отвергает да будет извержен из священного чина опечаливает Бог Христа рекшего радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся Лука 15 7 правило 53 ащик то епископ или пресвитер или диакон во дни праздников не вкушает мяс и вина гнушаяся а не ради подвига воздержания да будет извержен як осожженный собственной совести и бывающий виной соблазна многих правило 54 ащик то из склиров корчемницы идущий усмотрен будет да отлучиться кроме случая когда на пути по нужде в гостинице отдыхает правило 55 ащик то из склира досадит епископу да будет извержен князи бо людей твоих да не речешь из зла деяние 23 5 правило 56 ащик то из притча досадит пресвитеру или диакону да будет отлучен от общения церковного правило 57 ащик то из склира хромому или глухому или слепому или ногами болезненному посмеется да будет отлучен такожи и мирянин правило 58 епископ или пресвитер не родящий о притчхе и о людях и не учащий их благочестию да будет отлучен ащик останется всем нерадении и лености да будет извержен правило 59 ащик то епископ или пресвитер или диакон некоему от клира нуждающемуся не подает потребного да будет отлучен закосневая же в том да будет извержен яко убивый брата своего правило 60 святых апостол ащи кто подложные книги нечестивые хаки святые в церкви оглашает ко вреду народа и клира да будет извержен правило 61 ащи верный обвиняем будет в любодействии или в прелюбодействии или военном каком запрещенном деле и обличен будет да не вводится в клир правило 62 ащи кто из клира устрашась человека иудея или елена или еретика отречется от имени христова да будет отвержена церкви ащи отречется от имени служителя церкви да будет извержена от клира ащи покаяться да будет принят яко мирянин правило 63 ащи кто епископ или пресвитер или диакон или вообще из священного чина будет ясти мясо в крови души его или звероядину или мертвичину да будет извержен ибо сие закон запретил деяние 15 29 ащи же сие соделывает мирянин да будет отлучен правило 64 ащи кто из клира усмотрен будет постящимся в день господень или в субботу кроме единый итог мы великие субботы да будет извержен ащи же мирянин да будет отлучен степень разрешения поста в одни воскресные субботни определяется в церковном уставе и состоит обыкновенно в том что разрешается виной и лей и принятие пищи по литургии без продолжения неедения до трех четвертей дня правило 65 ащи кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или иеретическую войдет помолитесь да будет и отчина священного извержен и отлучен от общения церковного правило 66 ащи кто из клира свари кого ударит и единым ударением убьет да будет извержен за продерзость свою ащи же мирянин сие сотворит да будет отлучен правило 67 ащи кто деву не обрученную насиловал имеют да будет отлучен от общения церковного не позволяйте ему братья иную но должен удержать и ту которую избрал ащи бы и у бога была правило 68 ащи кто епископ или пресвитер или диакон приемлет от кого либо второе рукоположение да будет извержен от священного чина и он и рукоположивый разве ащи достоверно известно будет что от еретиков имеет рукоположение ибо крещеным или рукоположенным от таковых неверными неслужителями церкви быть невозможно правило 69 ащи кто епископ или пресвитер или диакон или иподиакон или чтец или певец не поститься во святую четыридесятницу перед пасхой или в среду или в пяток кроме препятствия от немощи телесная да будет извержен ащи же мирянин да будет отлучен правило 70 ащи кто епископ или пресвитер или диакон или вообще из списка клира поститься с иудеями или празднует с ними или приемлет от них дары праздников их как-то опресники или нечто подобное да будет извержен ащи же мирянин да будет отлучен правило 71 святых апостол ащи который христианин принесет елей в капище языческое или в синагогу иудейскую в их праздники или вожжет свящу да будет отлучен от общения церковного правило 72 ащи кто из притча или мирянин из святые церкви похитит воск или елей да будет отлучен от общения церковного и петерицы да приложат к тому что взял правило 73 сосуд златы или серебряные священные или завесу никто уже да не присвоит на свое употребление беззаконно бо есть ащи же кто всем усмотрен будет да накажется отлучением правило 74 епископ от людей вероятия достойных обвиняемый в чем либо необходимо сам должен быть призван епископами и ащи предстанет и признается или обличен будет да пределиться эпимия ащи же зван бы не послушает да позовется вторично через посылаемых к нему двух епископов ащи же и так они послушают да позовется и в третий раз через двух посылаемых к нему епископов ащи же и сего не уважая не предстанет собор по благоусмотрению своему да произнесет о нем решение, да не мнится выгоду иметь и бегая от суда. Правило 75. Восвидетельство против епископа не принимать иеретика, но и верного единого недовольно, но устав бы двоих или трех свидетелей твердо станет всяк глагол. Матфея 18.16. Правило 76. Яко не подобает епископу из угождения брату или сыну или иному сроднику, поставляйте в достоинство епископа, кого хочет, ибо не исправить натворите и наследников епископства, и собственность Божию даять и в дар человеческому пристрастию. Аси же, кто сие сотворит, поставление добоит недействие сам же отлучением наказан, да будет. Правило 77. Аси, кто лишен ока или в ногах поврежден, но достойным быть епископ, да будет. Ибо телесный недостаток его не оскверняет, но душевное скверно. Правило 78. Правило 78. Правило 80. От язычного жития пришедшего и крещеного, или от порочного образа жизни обратившегося, неисправедно вдруг производить его епископа, ибо неисправедливо еще не испытанному быть учителем других, разве только по благодати Божией сие устроиться. Правило 81. Реклимы, як и не подобавить епископу или пресс-фитеру вдавайтесь в народное управление, но не упустительно быть и при делах церковных. Или оба да будет убежден, чего не творите, или да будет извержен. Ибо никто же может двум господам работать по господней заповеди. Правило 82. Не позволяем в клир производить рабов без согласия господ к огорчению владителей их, ибо от всего происходит расстройство в домах. А те же, когда раб и достоин явится в поставлении в степень церковную, каковым явился и наш Анисим, и господи соизволят, и освободят, и из дома отпустят, да будет произведен. Правило 83. «Епископ или пресс-фитер или диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать и обои, то есть римское начальство и священническую должность, забудет извержен священного сина, ибо кесарево кесареви, а божие богови». Правило 84. «Аси, кто досадит царю или князя не по правде, да понесет наказание. И аси таковы, будет из клира, да будет извержен от священного сина, аси же мирянин, да будет отлучен от общения церковного». Правило 85. «Для всех вас, принадлежащих клиру и мирянам, чтимами и святыми, да будут книги Ветхого Завета, Моисеевых пять, бытие и исход левит числа второзакония, Иисуса новина, сына едино, своди едино, рух едино, царств четыре, паралепоменон, то есть остаток от книги дней, две, Езры две, Исирий едино, Маковейских три, Ео едино, Псалтырь едино, Соломоновых три, притчи Экклесиас, песнь песней, пророков два на десять, Иисус Исаии едино, Иеремии едино, Езекииле едино, Едина Даниила. Сверже всего вам, да присовокупиться в замечание, чтобы юные ваши изучали премудрость многоученого Сираха. наше же, то есть Нового Завета, Евангелие 4, Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Павла в послании 14, Петра в послании 2, Иоанна 3, Иакова едино, Иуда едино, Климента в послании 2 и постановление вам, епископам, но и Климентам, известенное в 8 книгах, некоторых не подобают обнародовать и перед всеми ради того, что в них таинственно, и деяния наши апостольские, относительно постановления апостольских, написанных Климентом, время и проведение Божие открыли нужду в новом правиле, которое и есть 2-е, 6-го Филенского Собора. Указания священных и для церковного чтения назначенных книг содержат еще следующие правила Ладикийского Собора 60-е, Карфагенское 33-е, также Святого Афанасия 39-е и стихи Святого Григора Богослова и Святого Анфилохия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова